так как я провела с вами все эти два дня и вчера я была на обсуждении практически всех проектов я видела идеи как они звучали изначально как они развивались и я видела сейчас презентации что вам удалось сделать и конечно это очень вдохновляющий опыт как за такое короткое время можно добиться таких результатов и настолько настолько активно поработать действительно здорово и лично мне очень приятно что этот семинар не стал а быть таким очень очень обычным семинаром где все послушали поели и разошлись то есть в итоге каждый из вас получил такое отличное решение да которое можно будет в дальнейшем использовать развивать поэтому здорово все большие молодцы очень приятно видеть такую работу немножко скажу о о нашем батле да у нас был настоящий батл у нас вышли лидеры ну на самом деле лидер у нас получились практически одинаковые у всех но у нас соревновалось два проекта в нашем жюри это проекта сос 202 и 200 у нас 202 вот а три проекта да 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 я искала но в итоге обсуждали мы два проекта насилию нет и сос 202 сразу да тоже говоришь что оба проекта очень здоровски и как сотрудники руководителя кризисного центра я понимаю насколько важно и важное приложение которое делает как бы да в рамках проекта насилию нет но опять же присутствую вчера на обсуждениях я видела как обсуждалось обсуждался проект командой дети 404 и для меня очень важна тема корректирующих изнасилований которую я слышала как она обсуждается как она может решаться в рамках данного проекта и очень жаль что мы даже просили принести вашу презентацию в самой презентации не прозвучало ничего о корректирующих изнасилованиях то есть мы сначала у нас был дискурс вообще обсуждение дать проекту дети 404 за проект вот потом когда началось дальнейшее обсуждение я как бы стала пояснять что я вчера слышала что как раз таки планируется делать именно квест по килл корректирующему изнасилованию выяснилось что этого никто не слышал вот поэтому пришлось объяснять смотреть презентацию убеждать авторитетом и нет действительно просто просто я это слышу и слышала и для меня как раз очень важно чтобы подобные случаи да и подобные люди как раз таки пострадавшие от корректирующих изнасилования имели возможность и платформу для подобных обращений я уверена что в нашей стране никто не даст под такой проект ни один грант я очень но как бы выражаю большие надежды на то что проект насилию нет почему я как раз и спрашивала ну тоже интересовалась да если деньги на развитие приложения все таки да 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 но все таки все таки 100 тысяч рублей вам вас не спасут ну действительно да как бы оценивая оценивая реалистичность проекта все таки хотелось бы чтобы получив 100 тысяч организация могла его реализовать учитывая что проект дети 404 в принципе совершенно бесплатно реализовал уже и сайты и паблики в контакте то есть у меня есть вера в то что за 100 тысяч рублей будет и какой-то квест по корректирующим изнасилования и наверное еще какие-то появятся квесты поэтому ну действительно держите ну а поскольку у меня у нас был реально дикий батл и я все-таки считаю что я объявлю проекты которым лично я готова помочь значит во первых насилию нет я вам обещаю сама по своим ресурсам эту сумму собрать я вас не отстояла против корректирующих изнасилований девочек нетрадиционной сексуальной ориентации потому что это это правда серьезная тема но я обещаю потому что то что было сделано это очень круто и я соберу эти деньги значит еще еще от себя хочу перечислить проекты которые мне понравились которым я так или иначе готова помогать значит это проект пойдем вместе безусловно это проект инкаппл который я считаю очень разумный и буллинг фризона я считаю что это ну очень важно супер и все дети подвергаются насилию в школе и вырастают дикими зверями если им не объяснили что не надо забиваться в угол и давать сдачи это те проекты на самом деле мне все очень понравились я преклоняюсь перед каждым кто здесь сделал какие-то инициативы вы огромные молодцы если вы я вас не называла но вы считаете я вам могу быть полезна я всегда на связи и действительно готова была бы вам оказывать помощь если вы озвучите как я это могу сделать держи но тебе тоже надо что-то сказать теперь меня вчера не было я не следила за мастерскими не история создания не от всех проектов осталась для меня абсолютно тайной мой личный фаворит я могу сказать это проект инкаппл мне кажется он он очень сложно реализуем вот наверно поэтому не удалось мне сегодня продвинуть протал про протолкнуть его как фаворит в на первое место вот и 2 насилия нет которые мы были уверены что и наверное так все дадут но они ну утверждают что уже ничего не дают вот тоже первоочередная задача конечно сделать хоть какое-нибудь приложение для с хоть какой-нибудь тревожной кнопкой для женщин которые подвергаются или могут подвергаться домашнему насилию и я надеюсь что следующий раз разберемся уже окончательно с корректирующими изнасилованиями сможем спокойно заняться с проблемами и другими проблемами домашним насилием так спасибо так нам надо нам надо вручить сертификаты да пожалуйста насилия нет выйти к нам вручим тебе у нас понимаете у нас еще был хардкор потому что мы любим все марии бьемся с ней в судах защищаем женщины поэтому у нас тут да инкапл пожалуйста инкапл никита вы молодец честно мы прям пойдем вместе спасибо вам за то что вы делаете все по-взрослому спасибо вам большое важное мнение спасибо папа может вы просто сам замечательный шарм аларм и буллинг фризон ребят ну всем огромное спасибо я еще раз повторяюсь я есть я здесь я вообще в принципе есть если я могу помочь обращайтесь я я я я я я я